Согласно данным Ростата, зарплата россиян в 2016 году составляет 36 746 рублей. При этом, жители самых богатых российских регионов получают свыше 40 000 рублей в месяц. Служба информации, общественное телевидение России, попросила зрителей, прислать СМС с зарплатами, которые они реально получают. Получилось, что более 30 000 получают только в Москве и области, Бурятии, Ингушетии, Приморье, Белкороде, Ханты-Мансийске, Ямало-Ненецком автономный округ. При этом, менее 10 000 рублей получают в Кабардино-Балкарии, Курске, Оренборще, Пскове, Саратове и Твери. Самая маленькая зарплата, обнаружилась в Новгородской области. Там почтальон получает 2800 рублей. Вот, только несколько полученных телеканалом, сообщений, СМС по всей России. Сборщик мебели из Оренбурга. Зарплата 17 000. Я, учитель английского, немецкого, русского и литературы в сельской школе. Зарплата 12 000. Вместе с дочками-подростками, хожу убирать богатые коттеджи неподалеку в поселке. Им льстит, что у них уборщица, может и ребенку с русским подсказать, и сочинение проверить, и по-английски поговорить. А я боюсь, говорят, школу закроют. И я в 38 лет с красным дипломом буду уборщицей. Иркутская область. На руки 7 600 рублей. Старший научный сотрудник, стаж более 40 лет. Нальчик. Профессор-доктор медицинских наук, Иванова. 23 000 в месяц. Муж работает в ЖКО, ему 51 год, получает 8 500 рублей. Сын работает в магазине, получает 5 000. Я пенсионерка, пенсия 7 700. Питаемся просрочкой. Саратов. Комсомольск на Амуре. Работаю мастером горводоканала. Закончил вуз. Стаж 5 лет. На руки получаю 25 000 рублей. Мне 27 лет. Прожить на эти копейки невозможно одному, поэтому о создании семьи остается только мечтать. Нам хлебокомбинат разрешает забирать домой брак. Мы его после смены прямо у ворот продаем в два раза дешевле, чем нормальный хлеб. Получается еще одна зарплата. Все про это знают, но руководству выгодно, потому что оно нам меньше платит. А хлеб хороший, только помятый или немного подгорелый, или наполупавший, но есть можно. Чувашия. Зарплата 3 200, до минималки еще 4 000 доплачивают, постоянно задерживают и дают частями. Придумали молоко с фермы, сами продавать у трассы. Половину себе, половину хозяину. Но для властей, он об этом не знает, чтобы налоги не платить, и полиция нас гоняет. Документов на молоко нет, еще отравиться кто? Я сына вырастил и на заработки в Москву отправил. А сами с женой только и ждем, когда же мы сдохнем. Дагестан. Напомним, накануне вице-премьер правительства РФ, Ольга Голодец, на социальном форуме, в рамках недели российского бизнеса, 2017 года заявила, что бедность в России уникальна, так как ей подвержены даже те, кто имеет работу. Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере, работающие бедные, сказала вице-премьер. Она напомнила, что 5 миллионов россиян получают зарплату на уровне, минимальный размер оплаты труда, это 7500 рублей. У нас нет такой квалификации, которая достойна такой зарплаты, 7500 рублей. Даже если человек только закончил образовательную школу, то его труд должен оцениваться на несколько другом уровне, пояснила Голодец. Отметим, что по данным аналитиков банка кредит Суэс Групп, Россия входит в число мировых лидеров, по скорости обнищания населения, за два года кризиса. Согласно официальной статистике, реальные доходы населения упали, на 13,7%, потребление жалось на 15,1%. На октябрь 2016 года за чертой бедности, по оценке Ростата, жили 19,3 миллиона россиян, или каждый седьмой. Их доходы не превышали прожиточный минимум, составляющий 10 678 рублей и для трудоспособных граждан, 8 136 рублей, для пенсионеров и 9 668 рублей для детей. 30% трудоспособного населения получали зарплату меньше 15 тысяч рублей, а больше половины 55%, меньше 25 тысяч рублей. С 2014 года армию официально нищих пополнили 3,1 миллиона человек. По прогнозу счетной палаты, к 2019 году к ним присоединятся еще 1,4 миллиона граждан. Давайте посмотрим реальную картину на зарплаты в России, по ГАСТАТУ в процентном соотношении населения России. Самый низкий порог зарплат до 3,5 тысячи рублей в месяц имеют 3,8 процента россиян, это 5 миллионов 320 тысяч человек. От 1 до 5 тысяч рублей, или, в среднем 3,5 тысячи рублей в месяц, имеют 5,6 процента россиян, это 7 миллионов 840 тысяч человек. Дальше, по нарастающей, в среднем 5 тысяч рублей в месяц, имеют 9,4 процента россиян, это 13 миллионов 190 тысяч человек. Следующее, в среднем 7 тысяч рублей в месяц, имеют 14,6 процента россиян, это 20 миллионов 440 тысяч человек. В среднем 10 тысяч рублей в месяц, имеют 20,2 процента россиян, это 28 миллионов 280 тысяч человек. В среднем 15 тысяч рублей в месяц, имеют 23,5 процента россиян, это 32 миллиона 900 тысяч человек. Следующее, в среднем 25 тысяч рублей в месяц, имеют 10,8 процента россиян, это 15 миллионов 120 тысяч человек. Остальные 12,1 процента россиян, имеют 35 тысяч рублей в месяц, и выше средней зарплаты по стране, имеют всего, 16 миллионов 940 тысяч человек. Отсюда следует, что 87,9 процента населения России, не имеют отношения к средней зарплате. Согласно данным Росстата по стране, это 123 миллиона 306 тысяч человек. Давайте посмотрим, сколько людей, все же имеют эту хваленую среднюю зарплату, в 36 тысяч 780 рублей, в месяц, и выше, в нашей стране. Получается всего 16 миллионов 940 тысяч человек из 140 миллионов населения нашей страны, где имеют доход ниже, даже, уровня бедности. И это позорное достижение, уровня жизни населения, которым хвастается Единая Россия, за 17 лет правления. Да, невысокий результат. Может пора уже уходить Единороссом, как доказавший о несостоятельности в управлении страной. Пока действительно, не созрел новый социальный взрыв, новый Майдан, которого страшно боятся Единороссы, где все последствия после этого все лягут на правящую власть, а не на народ, который хочет достойно жить в своей стране, а не нищенствовать. Партия Единороссов успешно и безнаказанно грабит нашу страну. Вот эти 12,1% захватили всю власть, телевидение, пресса, в их руках суды, полиция, и ясно они ничего не хотят менять, у них все хорошо, даже очень, а на остальные 87,9% населения россиян наплевать. Они хотят править вечно, и основное оружие у них пропаганда, это телевидение, радио, пресса. Где массерва найдет, запугивание населения, войной, разрухой, голодом. Знаменитая цитата, если не Путин, то кто, и его мифическом рейтинге 86%, где кстати этот стандартный набор слов. Пугалки, неплохо срабатывают. О том, что идет обнищание населения, недовольствие россиян, понижением жизненного уровня, все это в телевидении умалчивают, создают тем самым общественное мнение, что в России все в порядке. А все зло, или враги России, это США. Газдеп. Какие-то непонятные проплаченные заказы, о загнивающем Западе, и что Европа в упадке, хотя недвижимость, деньги, семьи, дети у многих единороссов, в странах Европы, и нагло несут всякую чушь. Для простого обывателя, который действительно верит в эти сказки Кремля. Хотя уже одурачить население, становится все сложнее, и сложнее. Ведь народ, слышит и видит по телевидению Соловьевыми, Киселевыми, одно, а слышит и видит в реальной жизни, совершенно другое. Это страшная коррупция, судебный произвол, наглый полицейский террор, уничтожение прав, и свобод человека, обнищание населения, беспредельное нарушение Конституции России, правящей партией Единой России, а самое главное, все эти преступления начинают уже никого не удивлять.